Здравствуйте! Сегодня мне хотелось бы поговорить о пространстве динамической модели электрических и магнитных линий. В прошлой части разматывался вопрос о феноменах природы, которые заставляют думать о том, что существуют силы в природе, которые являются причиной ее многообразия и красоты. Но думая о том, что свойственно ли это только нашей планете, следует все-таки обратить свое внимание на современные исследования космического пространства и планет Солнечной системы, которые говорят о том, что вода присутствует практически на всех планетах и даже в космическом пространстве. О том, как образуются пары воды, было показано в некоторых файлах, в некоторых видео, которые были взяты из интернета. Они указывают на то, что пары воды образуются здесь и сейчас, с участием каких-то сил, которые предположительно имеют определенную геометрическую структуру. Я предполагаю, что она именно спиральна. Но есть ли такие силы в природе? И вот именно об этом мне хотелось бы поговорить в этой части. Известно, что в космическом пространстве способны распространяться три силы. Гравитационная, электрическая и магнитная. Но рассматривая их воздействие на окружающее пространство, исследователи отметили, что гравитационные силы спадают от источника, то есть от тела, источника этой силы, пропорционально, обратно пропорционально квадрату расстояния. Это же характерно и потенциальным силам, электрическим потенциальным силам. Если мы рассматриваем переменные электрические и магнитное поля, то его воздействие на окружающее пространство спадает как обратно пропорционально расстоянию, то есть уже в первой степени. Но мы же знаем, что есть точные измерения того, что электрические и магнитные сигналы в форме света или каких-то других частиц мы можем принимать от далеких звезд. И свет, фотоны света, от них распространяются на очень большие расстояния, которые измеряются световыми годами. Тогда возникает вопрос, каким образом электричество и магнетизм распространяются в космическом пространстве на такие большие расстояния. Хочу предположить, что космическое пространство заполнено средой, которая помогает распространению фотона света в пространстве. Но для этого тогда эта среда должна быть по своим механическим параметрам подобно электрическим и магнитным силам, электрическим и магнитным линиям. и всем тем механическим способом, которые они обладают. Но известно, что электрический магнитизм обладает следующими механическими свойствами. Электрический магнитизм Самое первое они вихревые поля. Электрический магнитизм распространяется по линиям. Электрический магнитизм обладает свойствами силовыми, поддеромоторными и обладает свойством взаимного перехода. то есть то есть при изменении электрического потенциала в пространстве вокруг электрических линий мы возникает вихревое магнитное поле и наоборот при изменении потенциала магнитного возникает вихревое электрическое поле то есть происходит взаимный переход взаиморождение и самый главный вопрос когда рассматривается свойства материи стоит свойства материи то материя обладает физическими силами электрическими магнитными и гравитационными но что происходит когда частица исчезает в вакууме то есть во что она превращается что такое частица и что было до того как материя образуется из вакуума для ответа на этот вопрос тогда предлагаю следующую последовательность категории пространство необходимо рассматривать как вместилище физического вакуума как плотно упакованное силовое поле которое замкнуто на себя и бесконечно оно обладает свойствами невозмущенности сродно с электрической и магнитной энергией оно обладает свойствами невозмущенности то есть свойства поля основаны на комплиментарности и каждому истоку этого поля будет соответствовать стоп и таким образом оно должно быть невозмущенным и замкнутым на себя и обладать элементами масштабного фактора под масштабным фактором я понимаю свойства фрактальности то есть идентичности геометрических параметров при разных масштабах при этом силовое поле постоянно находится в движении движения обладает динамическими свойствами сродными с электрическим и магнитизмом должно быть по линиям при перекрещивании линии образуются точки то есть точки это места в которых линии перекрещиваются в точках образуется материя движение должно обладать масштабным фактором материя образованная в точках то есть тело это химические элементы кластеры и системы в зависимости от того какие линии в какой фазе будут встречаться в точках в зависимости от этого мы будем иметь соответствующие химические элементы плотно упакованное силовое поле то есть физический вакуум который заполняет пространство должен обладать геометрическими и механическими параметрами которые способны пропускать через себя электрическое поле и магнитное поле говоря о механических свойствах полей мы должны обратить свое внимание на исследования физиков и математиков 19-го столетия которые приняли в этом очень большое участие и в результате их исследований было принято то что линия электрического поля и линия магнитного поля могут как-то растягиваться при их при изменении их потенциала возникают движущие силы то есть подромоторный эффект в положениях которые были даны максвеллом говорится что при изменении линии электрического поля возникает вокруг линии электрического поля возникает вихревое магнитное поле направление движения которых то есть вектор их будет вправо в таком случае если мы возьмем модель спирали которая может растягиваться и будет иметь левый винт то при ее растяжении мы должны получить эффект вращения вправо то есть правый ротор проверим получится ли это если растяжение линий является усилением потенциала при котором происходит их сжатие и увеличение количества на единицу площади то тогда при их ослаблении при ослаблении потенциала происходит их сжатие и расширение и ротор магнитного поля будет направлен влево еще раз ротор вправо и при ослаблении ротор влево если если при гармоническом колебании будем смотреть на движение линий магнитного поля при увеличении отрицательного поля электрического то ротор будет если считать нормаль вправо то ротор будет влево и при ослаблении вправо это этими направлениями мы определяем как происходит образование предположительно как происходит образование вихревого магнитного поля но для этого мы должны определить правило что электрическая линия поля является это спиральный канал спиральный канал распространения энергии в котором все движения направления потоков являются левыми левыми и только левыми когда мы говорим про линии магнитного поля и при изменении потенциала в них то при усилении магнитного поля происходит образование вихревого электрического ротор которого будет влево а при ослаблении вправо на этой модели мы видим что при растяжении линия ротор влево а при ослаблении потенциала вправо но при этом мы взяли линию линию мы взяли модель с правом с правой спиралью примем предположим что линия аж поля это спиральный канал распространения энергии в котором все движения являются правыми правыми и только правыми то есть из феноменов из физических феноменов образования вихревых полей из пространственных геометрических эффектов при опытах с электрическим магнитизмом мы говорим что это спиральный канал который имеет пространственную структуру длинную растягивающуюся и при этом изменяющуюся и в результате своего изменения образующие порождающие другие поля которые имеют свои векторы распространения для дальнейшего изложения объясню что давайте примем что расстояние от центра канала до середины всей конструкции это будет радиус дифферента и движение вокруг средней линии то есть по дифференту есть движение по эпициклу и это будет радиус эпицикла то есть представим что существует канал распространения энергии по первой линии вокруг него имеем винтовую линию под номером два и вокруг линии два имеем эпицикл под номером три то есть представим что линии поля это суперпозиция винтовых движений при этом следует рассматривать следующие параметры расстояние между линиями и угол их взаимного наклона расстояние между линиями это радиус эпицикла и угол взаимного наклона между ними вот на рисунке он показан это угол гамма угол альфа это угол относительно горизонтальной составляющей угол альфа это угол относительно вертикальной составляющей то есть угол между двумя линиями это угол их взаимного наклона из физики известно что при движении в подвижных средах вокруг потока усиливающего свою скорость движения возникает сгущение среды но из феноменов опытов с электрическим магнетизмом тоже известна такая же последовательность в изменении механических параметров проводящий проводящий контура при изменении количеств электрических или магнитных линий действительно происходит колебания контура например известная всем как гудение трансформатора это вибри вибрация обмоток но для электрических и магнитных полей изменения геометрических размеров проводящей среды в которой происходит усиление и ослабление поля то есть увеличение количества и уменьшение и увеличение количества линий поля происходит соответствующее изменение геометрических размеров среды при усилении происходит стягивание поля и это правило дано ленцам как правило левой руки для определения направления движения и при ослаблении то есть уменьшение количества линии поля происходит расширение пространственно это можно показать на картинке при малом диаметре первоначально был большой радиус эпицикла при усилении напряженности напряженности поля происходит сжатие среды вокруг линии дифферента и при максимальном при максимальной напряженности поля центральная линия движения должна иметь малый радиус дифферента соотносить на нее большим радиусом эпицикла при этом радиус эпицикла вокруг усиливающегося потока в линии электрического поля вокруг него следующая линия должна изменить свое расстояние и должна сжаться если это движение описать в математике то последовательность будет следующий мы должны для этой модели принять следующее правило что соотношение между соотношение углов между линиями в пространственном канале спиральном должны быть следующие когда у нас происходит усиление движения по первой линии то поток по второй линии должен сжиматься вокруг первой при этом длина шага его уменьшается и расстояние и радиус эпицикла то есть расстояние между линиями также уменьшается и вторая линия превращается в изменяя свой шаг и радиус превращается в плотную намотку в линию с намоткой образно это будет вот так это линия первая это линия вторая скорость в первой линии будет максимально скорость во второй линии минимальна при ее минимальном расстоянии от линии номер 1 тогда линия с номером 3 должна увеличивать свой радиус относительно второй и их относительные углы относительно другого уменьшаются при этом угол наклона линии 2 к линии 1 приближается к 90 градусам а угол наклона линии 3 к линии 2 приближается к нулю градусов вот соотношение между углами оно зависит как разность 90 градусов минус угол наклона 1 ко 2 то есть четных тогда угол наклона нечетных будет 90 минус угол наклона нечетных и для расстояний эпициклов мы имеем следующую последовательность в спиральном канале для четных линий соотношение будет следующим мы имеем отношение радиуса дифферента второй линии к произведению коэффициента k который определяется количество спиральных каналов в потоке на угол наклона между линией 1 и линии 2 то есть угол наклона гамма 1 для четных и для нечетных мы имеем отношение радиус дифферента линии 2 к произведению коэффициента к на тангенс угла наклона гамма 2 на в степени n минус 1 то есть имея задачу для построения спирального канала для определенного количества линий с определенным количеством спиральных каналов в потоке и с определенным пространственным фактором числом d которая в данной модели в дальнейшем объяснение принимается как удвоенная сумма радиус всех эпициклов всех линий при углах наклона 45 градусов и в данном данном рассмотрении и в данном рассмотрении при его использовании и при его использовании мы имеем расстояние между первой линии и второй вот высчитывается по этой формуле при углах наклона гамма-1 изменяющихся от от 90 градусов относительных углах наклона между первой и второй линии от 90 до нуля радиус дифферента изменяется не на большую величину которая зависит только от пространственного фактора радиус это число стоит числителе при использовании при использовании определенного количества линия то есть числа n и угла гамма-1 тангенс от которого изменяется от очень малой величины до очень большой для всех линий мы имеем две последовательности которые имеют свойства ряда то есть свойства фрактальности используя математические формулы из третьего правила построим график изменения радиусов эпициклов линий при их количестве равном четырем пространственном факторе равном четырем и изменение угла наклона на второй линии к оси распространения энергии от нуля до 90 на этом графике от 90 до нуля и к коэффициенте количество каналов потоки то есть 1 1 1 канале потоке мы имеем такую пространственную структуру которая в общем виде представляет из себя котиноид ее поверхность при этом узкая часть ее будет вблизи 40 градусов центр ее указан стрел красной стрелкой это центр при изменении от 90 градусов до нуля градусов 45 градусов он очень этот момент пространственные соотношения между линиями очень существенен по той причине что происходит их взаимное пересечение в определенных точках пространства относительно оси распространения энергия и нет и происходит пересечение четных счетными и нечетных с нечетными существуют и другие точки в которых вас возможно пересечение линий потоков энергия векторы которых будут направлены под разными углами если здесь векторы расположены под одним и тем же углом 45 градусов то в других моментах углы наклона четных и углы наклона нечетных будут отличаться друг от друга как 90 градусов то есть при в процессе изменения углов наклона гамма 1 и гамма 2 то есть четными нечетными и четными и четными нечетными мы имеем их отношение через 90 градусов поэтому если здесь мы рассматриваем угол гамма 1 равным 63 и 4 градуса то значит это отношение угол между это угол наклона четных линий относительно нечетных и угол наклона нечетных относительно четных через 90 градусов будет 20 26 26 градусов также высчитывается угол наклона и для остальных моментов которые очень характерны например 55 градусов 39 и 37 если мы посмотрим на пространственную структуру спирального канала при тех же параметрах пространственного фактора D4 но увеличим количество линий в канале и увеличим количество спиральных каналов в потоке до 6 все равно диаметр общий диаметр их будет таким же не по по всей длине изменения спирального канала при увеличении напряженности и значит угла гамма 1 линии 2 относительно линии 1 то есть при увеличении напряженности линия то есть потока в линии 2 при увеличении потока в линии 2 ее угол относительно если это если синяя линия 1 а красная линия 2 при увеличении потока во второй начинает выпрямляться превращаясь в конечном итоге в прямую линию и угол наклона между линией 1 и линии 2 то есть угол наклона гамма 1 уменьшается от 90 до 0 при этом независимо от того сколько будет спиральных каналов потоки сколько будет количество линий для каждого из спиральных каналов при одинаковом пространственном факторе диаметр их всей этой сборки будет такой же как и в предыдущем случае тоже в районе в районе единиц в районе единиц следует сказать что при углах 90 градусов и углах приближающихся к нулю расстояние между линиями в спиральном канале или очень сильно уменьшаются что зависит от последовательности изменения канала или же удаляются на очень большую величину вот на этой в этой таблице показано это последовательность при уменьшении от 90 и приближение к нулю мы видим что при 90 градусов происходит сильное изменение радиуса эпицикла то есть расстояние между первой и второй линии а тангенс 90 градусов это очень большая величина то есть стремится к большой величине тогда радиус эпицикла то есть расстояние между линиями уменьшается до очень маленькой линии соотношение между расстоянием между второй линии и третьей угол наклона угол наклона между второй и третьей линии становится приближается к нулю и соответственно малая величина знаменателя радиус эпицикла то есть расстояние между второй и третьей линии увеличивается этим определяется геометра и последствия изменения расстояний в модели но когда мы говорим про потоки в линиях так как это силовая модель они должны обладать такими физическими свойствами как скорость то есть вектор скорости движения в потоке тогда скорость четных и скорость нечетных будет вычисляться и представлять вот такие числа и вычисление скорости для них будет производиться по следующей формуле по следующей формуле она очень простая и выводится из соотношения между радиусом кривизны и радиусом кручения сейчас вывод ее я не представляю просто будем ее использовать в дальнейшем то есть вот эти числа вычислены вот по этой формуле самое главное хотелось бы сказать что естественно в более упрощенном понимании скорость в линиях обратно пропорционально углу наклона между линиями рассмотрим действия модели на простом примере при ответе на вопрос а как же эта модель объясняет феномен образования вихревых полей то есть взаимное рождение взаимное преобразование энергий согласно первого правила линия магнитного поля линия магнитного поля это спиральный канал распространения энергии в которой все движения правые правые и только правые поверхность при нарастании поля через поверхность центральная линия центральная ось спирального канала пересекает эту поверхность точки v тогда в области пространства вокруг точки в плоскости пересечения возникнут следующие движения так как происходит нарастание поля тогда угол наклона второй линии относительно 1 2 линии относительно 1 начинает уменьшаться то есть угол наклона угол наклона начинает уменьшаться то есть поток во второй линии усиливается при этом возникает кручение которое будет в левую сторону ротор вращение будет в левую сторону при усилении потока во второй линии третья линия поток по третьей линии будет сжиматься и радиус эпицикла будет уменьшаться будет уменьшаться шаг линия при уменьшении шага и уменьшение радиуса линия сжимается скорость потока в ней угол наклона третий линии относительно 2 уменьшается увеличивается при увеличении тангуса угла наклона скорость падает скорость потока уменьшается тогда происходит происходит ослабление потока и происходит пора пандеромоторный эффект с ротором вправо то есть в пространстве в области пространства возле точки б линия 3 изменяя свою напряженность производит движение с правым ротором если мы сложим движение образованное по линии 2 и движение образованное линии 3 то мы получаем левостороннее движение то есть спиральную структуру супер спиральную структуру с левым движением это и будет электрическая линия когда мы следующую последовательность в данной модели применим для линий электрического поля все роторы пространственных изменений будут такими что будет движение присущие согласно первого правила для магнитных линий то есть правая правая и только правая вот при применение первого и третьего правил мы получили модель образования вихревых полей при усилении или ослаблении напряженностей электрических и магнитных полей и и в заключительной части этой части хотелось бы остановиться на том существенном моменте который был затронут в первой части при объяснении феномена феномена природы образования паров воды в атмосфере дело в том что используя модель электрической и магнитной линии в совместном движении совместном движении мы можем предполагать как устроена динамическая модель фотона так как согласно предположенным моделям электрической магнитной линии электрическая линия является каналом распространения магнитная с левым винтом а магнитная с правым винтом то при их совместном осевом движения вектор векторы распространить их по всем линиям будут совпадать в местах их пересечений отдельно местах пересечения вынесены на отдельный рисунок то есть места сечения они будут иметь вот такую форму вот картины внутреннего разреза по линиям то есть это общий разрез направление векторов внутри места сечения это векторы движений для 2 3 и 4 линии произведя суммирование векторов при условии взяв упрощенное условие что скорость их равна единице а при углах наклона всех линий в канале равном 45 градусов скорость их будет одинаковая и предположим что она равна единице то тогда суммарное число сумма сумма всех векторов от точки у о до точки б вместе сечения правого и левого спирального каналов указано здесь а сумма всех векторов от точки о до точки б 2 указано здесь минус указывает на то что суммарный вектор скорости расположен противоположно осевому распространению этот рисунок для углов наклона спиральных каналов при углах гамма-1 и гамма-2 равных 45 градусов при изменении напряженности линии углы гамма-1 и гамма-2 меняются и соответственно будет меняться их расположение взаимосечения линий спиральных каналов и будет меняться их суммарное число чисто сумма если здесь этот рисунок дан при угол для угла наклона гамма-1 равным 60 градусов относительно оси распространения то вот этот рисунок справа рисунок в дан для угла наклона гамм второй линии относительно первой углом 30 градусов то есть гамма-1 отношение относительный угол между второй линией и осью центрального распространения соответственно меняется геометрия взаимного сечения и меняется число определяемое суммарным вектором суммой векторов в данных на данных отрезках самое 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 большое число принадлежит моменту сечения левых и правых спиральных каналов то есть между электрической и магнитной линией совершающих совместные движения под углами 45 градусов и коэффициент усиления в этом случае будет равен 8 эта модель эта модель взаимного распространения электрической магнитной линии то есть модель фотона играет существенную роль при объяснении геометрического строения вакуума то есть того силового поля через которое и световая энергия совершает движение